Продолжение следует... 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 но будучи свободен выбирать человек не в силе его достичь удается для этого благодати Божией хотя и сама свобода боли данная каждому человеку рассматривается как благодатный дар Божий пожалуйста ну на что хотелось еще и еще раз обратить ваше внимание на то что Бог дает свободу свободу боли человек укладенный по образу имеет свободу и люди утверждающие что кончина века это свобода данная Богом каким-то опытом будет планировать человеку что он насильно чипирует, мозги запудрят ставит насильно ему электронную карту, чип или еще что-нибудь сами не знают, что и паспорт ему выключат без его воли тем самым значит они же не думают неведение хуля творение Божие свобода выбора есть всегда примеры еще раз говорю, это святей Бученик, которые это представляют и была всем дана свобода от службых и оптизна всем абсолютно всем почему они выбрали путь с небоносным? потому что они христиане потому что они верили в раскресшего, верили, что и их воскресили а были такие, что выбирали путь зла, конечно которые боялись пьет он еще раз отказался и христос натыкал поэтому я христос за тобой я тебя сильнее всех люблю ныне же не правил ты пьетух а ты еще раз не трижды отвлекся, но не отчаялся не отчаялся в том, что по типу вам плакал и господи прости расскажите мне пьетух и у него свобода будет он хоть и был вор, но ему христос давал последний шанс целованием ты преддаешь не меня христос но иудару тебе сказал салат предал этот невин, атака пошел и удалил поэтому еще раз говорю люди, угадающие, что отни это будет свобода в последние времена глубоко запутаться насильно никто в печати нет приличать будет, но насильно будет христос в чем будет, пропаганда будет вот этого не христос в салат это я так думаю, в последние времена за греховные деяния заказывать не будет хотя бы у нас будет самым дикиматом и сегодня к этому уже идет если в СССР сделать такой грех, как домосуализм сегодня на это толерантно на поле браки заключаются заключать сектор все мы не являемся этим потому что тему лежит быть в последние времена во многих владеет любовь любовь запутаться любовь любовь я христос еще раз почитаю свободы не будет а вот не будет приоценения по вопросу на проверение на проверение на проверение на Нет, не слышно. Давай пока поднимем, почитающим, может ее основать. Откровение 17.9 Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть, семь гор, на которых сидит жена. Толкование. Этими словами Иоанн подчеркивает, что для разрушения, описывая его, необходимо особое внимание ума, особая духовная мудрость. Этими словами указывается также, что в являемом образе скрыта особая тайна. Семь голов, суть, семь гор, на которых сидит жена. Этими словами, Иоанн хочет немного открыть тайну, о каком городе собственное чудо. Город не называется, но указывается, что он будет положен на семи городах или семи холмах. О том, какой именно это будет город, существуют различные мнения. О том, какой именно это будет город, существуют различные мнения, иные разумеют буквально город Павилон. Особой роли этого города, боговожденной деятельности страны. Смотри, 9, 14, 16, 12. Здесь началось царство в первом мире мучителя-тирана Нимрада, 50-го года. Здесь люди пожелали воздвигнуть башню за небес. Здесь бог смешал языки, и отсюда рассеялись для народа и куна. Здесь была столица холдейского царя Навахуда Насора. Попрошу прощения, я на минутку отручу. Так. 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 Если либо столица Едичества примет, то интересно, что из первых церковь речка была первенствующая в христианскую церковь. Так уже Иериней Леонский век. Так, подключите микрофон. Так он пишет, Иериней Леонский, второй век. Величайшая, древнейшая и всем известная церковь, основанная и устроенная римями двумя славнейших апостолов Петров и Павлов. Ибо по необходимости церковь, по ее преимущественной возможности, согласуется всякая церковь, то есть посуду верующая. Против Ересина 3 глава и его стихи. После разделения церквей, Рим со столицей западного христианства фактически утвердил на долгие века и духовную и государственную монополию церковных стран. Возможно, что в кончину века этот поистине, в кавычках, вечный город, снова воспитанного правого Господа, как разумеется в древние отцы. Или же древний рим был прообразом того города на семи горах, который еще возник. Интересно отметить, что и так называемый, в кавычках, Второй Рим, Константинополь, первенствующий город восточного христианства, также стоит на семи холмах, о чем и называется по-гречески Епта-Офос, что значит «семь мих холмья». Так что некоторые даже разумеют под Вагелоном Константинов, иные же разумеют под Вагелоном Третий Рим, столицу Бога, князя Роша, Мэшеха и Фувала в земле могок. «Этот город на семи холмах, сица народа, от краев севера. Этот северный народ в ладове, с новым народом, принято через высохший Евраз войной на Израиль, но найдет себе там место для могилы. Земля же могок, и столица ее великая будильца, и сошрана в нем». Языки 58-39. В 15 веке на Руси возникло учение о Москве и Марии, так подобно иосиф Вологский. Живший в тысячах северного в 1515-м годах, один из возглавителей русского иначества, был активным общественным деятелем и сторонником сильно централизованного московского государства. Этому также особенно способствовали сель Алексий, не только московский, преподобные Сергея Радони. Восиф Вологский был одним из вдохновителей учения о русской церкви, как приемница и насильница древнего вселенского благочестия. «Русская земля, ныне благочестием всех отряд». В идее преподобного Иосифа, имеющей огромное значение, были развиты с кожей мучениками последователя. Из них, как свое мучение о Москве, в третьем имени старец Толстого Спаса Елизарова монстря Филофей, «два уборима патуша, а третий стоит, а четвертому не будет». Известна в самом деле, что Москва – град Семиханова, и смотрел на своя книга священнословителя «Москва, 1978 год, издание Московской патриархии, Толл 2, страница 199-го. Этим не утверждается, что Москва будет великой будильцей. Такого родного змея поставят разве лишь к пророкам? Я просто привожу в разрушение от тысячи соток учителей, а судьба – мир и церкви. Семь голов змея, семь голов зверя имеют двойное значение. Я начальник послал ангелы, не только семь гор, на которых будет весь город, но…» Далее, давайте. Вопросы. Продолжите. Время – 17, 20, 1. «И семь есть, которых пять парень, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверя, который был, и которого нет, есть восьмой из числа сенит, и пойдет погибель. Толкование. Некоторые толкователи, считающие, что апокалиевский был написан, дорожный и упорим, и отображает собой события современные. А, ну, понимают, это так. Пять царей, которые уже пали, то есть умерли, это Амус, 27-й год до рождения Христова, Тибеть, 14-37-й год, Калибула, 15-41-й год, 41-й год, 54-й год, 54-й год, 64-й год. Шестой царик, который есть во время написания Покалипсиса, это Гальба, 68-й, 65-й год. Во всем царем должен быть народ, который по верованию народа снова вернутся на Христов. Этого толкования придерживается предыдых Энгель в своей работе покровения. Эти же толкования указывают на то, что число 666 соответствует народ Кесаре. Незагадывается, что события и люди этого времени послужили прообразом событий в лекочении, но нельзя утверждать большего. Считать это точным толкованием нельзя последующей причином. Первое. Нарон так явился не седьмым, не восьмым царем. Продукновенность прячется с церковью, а значит ошибок в нем быть не может. Второе. Мене, что апокалипсис на них на Дороге и на Дороге, самимое есть мнение новейших, неподтверждаемое древнейшими свидетелями, являющее данное основание. За основание берут А. Слова в 17 главе 10 главе 11 стих, но эти главы не сталкиваются иначе. Да и нужно, если предварить другую установенность апокалипса, глава выше. В. То, что в апокалипсисе нет указаний на разрушение Иерусалима, а значит его еще не готовы. Но это не основание. Иоанн мог и по другим причинам этого не упоминуть. Его целью было описать несказание на события предыдущие. Первая глава 1 стих. В. Сильное различие в языке апокалипса и Евангелия. В апокалипсисе силен еврейский колорит греческого языка, а в Евангелии его нет. Но это можно объяснить иначе. Во-первых, привести к апокалипсису, вызван особенностью содержания апокалипсиса в Евангелии. К тому же, два года деятельного служения апокалипсису и Гречеса могли быть вполне достаточными для совершенного овладения греческим полом. Таким образом, нет никаких оснований, которые говорят ранее в происходящем апокалипсисе. Доконное предание относит написание апокалипсиса к 91-96 годам. Об этом есть определенная церковь Святого Египетского, бывшего учеником святого поляра Смирского, бывшего, в свою очередь, учеником возле Иоанна Гасмова. Вернее, пишут, откровение было не из-за того нашего времени, но почти в наш веке по конец царствования Домицеана. Домицеан царствовал в 81-96 годах. Свято-отеческое же понимание семи царей уже рассмотрено ранее в 13-й и 1 стихе. Смотри так схему в 13-й и 4 стихе, это 7 царств, через которые Сатана устанавливал свое царство в себе. Певец груз, и и 2 Оаны, это боговодческие, и бухловические, и державы древние. Шестое царство было при жизни Иоанна, то есть римское царство. В седьмом царству еще п insulting их, и зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и порет погибли. Под этим зверем они понимают Антихриста и его царство. Оно будет восьмое по себе притворивших его мировых держав. Антихрист и числа семи, то есть из этих держав, выйдет его держава. И в него царство будет все богомерзко, одессе предыдущих с ними царств. Царство Антихриста будет достойным венцом предыдущих садинских царств. По окончании своего царства Львихрист пойдет в погибель, вечные муки и едуозные. И тогда остается вопрос, кто есть седьмой царь, который во время Иоанна еще не пришел, и когда придет? Недолго ему быть. На этот вопрос, считающий, что Антихристов царство будет восьмым, ответит труд, указывает на славяно-германских царствах. Но ведь царство пробилось уже дольше даже языческого римского царства, и всех шристических царствах нет. Говорит, что их существование недолго сравнение известно с земля, ибо на самом деле, где сравнение идет длительность предыдущих садинских царствах. К тому же седьмой царь здесь представлен как голова зверя, то есть через него царство устанавливает свое царство на земле. Славяно-германские же граждане были христианскими, и через них-то, раз не царство, а то есть вот устанавливало свое царство на земле, считать, что будет какой-то благоборчий царь перед пришествием Антихриста, нет никакого слова. Этому нет подтверждения ни в писаниях святых, а то наоборот. Везде всегда указывается, что через крест Христов Сатана споется и заключается в бездну, а выпущен будет качий века на малое время, и, установив царство Антихриста, пойдет в погибель. Более соответствующим является такое толкование. Пять царей – это пять богоборческих итолов поклонческих царств до времен апостолов. Шестое царство было при нем – это языческий рим. И вот в иной главе наносится смертельная рана, глава 13, и к сатанине он вбит. На земле и утверждается на много лет царство Антихриста. В кончину века рана и свят является седьмой царь, Антихриста, утверждая снова царство Антихриста. Но недолго им быть так, как цитирую, если бы не сократились те дни, то не спасла бы никакая плоть, но ради иначе сократятся те дни. И придет Христос на страшный суд. Зверь, который был и которого нет, есть Антихриста, а не Антихриста. То, что таким образом представляет именно сам Сатана, который был предоставлен в Афгалии, этот назван восьмым, но не сказано о нем, что он будет после себя, а сказано, что он из числа семи. Как может быть восьмой семь? Не означает ли число семь, что восьмого нет? Среди семи предметов невозможно указать восьмой предмет. Высл здесь стоит, Сатана восьмой. Этим подчеркивается, что все семь царей, в том числе и Антихрист, не являются самим Сатаной, а не люди. Но Сатана из числа, то есть он был и действовал в каждом из них, через них устанавливал свое царство на земле. И когда сиху царь, Антихрист, будет недоложим с Христом через его славное трое предшествие, то Сатана, высший от всех демитарях, особенно на Сибом, пойдет, погибет надечные буки. Вопросы? Вопросы можно? Да, попросим только. Я попросил. Значит, сначала мысль о трех Вавилонах, в 15-тихе, я не помню, там есть ли пископ или кем он был, сказал, о четвертом не будет, а в Писании мы можем ли подтверждение этим словам найти? Ну, там в книге «Отравение» какие-то стихи, что о трех Вавилонах хочет и четвертому не быть. Мы знаем, есть отчерительные книги, пророческие, как Даниил, там уже в последнее время не говорится, и книги «Отравение». Можем ли мы найти в Библии подтверждение о трех Вавилонах? Отдела Бога. Что именно три? А больше не будет, кто-то меня интересует. Игнат Тихонович, есть подтверждение о четвертом не быть? Или вот так ему открыто было? Мы знаем, что Господь после апостолов, во-вторых, поставил пророков. И пророки изрекали не то, что было сказано, а то, что заново открывалось. То, что было еще сокрыто. А то, что он остался Вавилоном, этого никто не отнимал, это в Писании написано. Но не сказано, что их будет один Вавилон, а не три. А в мировой истории очень часто события на три хода идут. Первое, второе, третье. И вот здесь как раз и очень хорошо показано. Все три города, которые называются Рим Древний, святые отцы понимали, что Вавилон это Рим. Но не сказали, какой, они не знали, первый, второй или третий. Но он остался Римом. И поэтому на это указание было, это уже дальнейшее, Господь просто разворачивал картину. И они на семи холмах, тот Рим был древний, Рим Ромула. И Константинополь, царя Константина. И третья Москва. Ясно, что два ушли, разгромленных их нет. И третья только от пределов севера. Здесь все сходится. Кто не согласен, что это будет третья указывать на Москву, у них доказательств никаких нет. Здесь конкретно от пределов севера, с чем он придет. И сегодня события мировые прямо показывают, вплотную подошли уже. А четвертому не быть, а что сказали? Да тогда никого и не было после апостолов. Тут подтверждение было, показывали канонизированные, святые люди показали это. Ну а в мировом масштабе было ли где, чтобы какое-то государство или какой-то город, находящийся на семи холмах, по одному признаку хотя бы был такой, что он стал себя провозглашать сам. Не просто я решил, а сам. Третий Рим. Только Россия. Только Москва. И это еще раз подтверждает, что здесь никто не подойдет. Они никогда такими себя не звали и не претендовали на это. А что это означает? Мировое владычество. А далее. Вином изумления напитаны будут. А какой? Третий интернационал. Безбожий коммунизм. Не Париж распространил, а Москва. Тут и Куба, и Ангола, и Алжир. Все подряд подобрали под себя. Союз весь нищий был. А тех кормили и продолжали кормить по сегодняшний день некоторые. То есть здесь все признаки, указанные о последнем, то есть о Вавилоне, сходятся только на Москве. Искусственно это нельзя передать другому городу. А в Вашингтоне кто там? Какие-то нефтескважины там. Да разве это богатство? Вы вспомните, перестройка началась. Сколько миллиардеров получилось? От Вашингтона было ли так, что внезапно никакой их нефть, ничего не добывали, а прямо вот ночью проснулись, а их там из Вашингтона сказали, вы миллиардеры. Это говорит, Березовский говорил, Борис Абрамович. Я чертежник. Обыкновенный чертежник. И вдруг я проснулся, я понял, я сказочно богат. Они там решали, кто смотрящий будет. Ну кто? Чубайс. Другого нет. Не президент главный-то в стране, а Чубайс. Потому что он назначен им. А этого выбирали только для государства. Почему? Теперь смотрите, каждый год появляются миллиардеры с сотнями миллиардов. Откуда это? Оттуда там, говорят, те ребята сидят, ну масоны которые, они решают. На 100% преданное им. Из них 90% евреи, а все сходится, да, цари принесут им дары. Опять же это по Писанию сходится-то. Ни русским отдали, ни татарам. И не надо этому удивляться. Это исполняется пророчество. Цари принесут дань. Вот и принесли. Все республики, все туда идет. И те государства также ограблены. Поэтому точно говорить на три, это уже в дальнейшем расшифровывается те, которые идут. А там не написано, нигде не написано то, что Библия последняя точка. Дух Святой продолжает трудиться. Так никогда не рассуждали. Это сегодня еретики. Один на меня тут навалился. А где написано, что священники будут? Ну это священство. А где конкретно? То есть тупость, безмозглость. Живут скотские, теперь добиваются чего-то. А когда? Да посчитай, Иоанн Затаус пишет шесть слов о священстве. Почему ему никто не сказал нет священства? Да это и так понятно. Если есть первый священник, значит есть и второй, и третий, который ниже его. Ну понятно. Им не дана благодать толковать священное писание. И поэтому спрашивать, а где сказано? Не сказано, сказано позже. Дух Святой научит, наставит и откроет. Иначе мы тогда и не верим в действия Духа Святого в последующие века. Тогда и Затаус, он для нас не Затаус. Тогда и Соборы не Соборы. А когда считаем Шестой Вселенский Собор, второе правило, там говорится. И сии, то есть цветы отцы, первых соборов до Шестого уже были. Сии есть трубы Духа Святого. Одна же ты услышал, разве ты не вздрогнешь? Трубы Духа Святого. Ни один сиктант не может сказать. Ни один сиктант, еретик не говорит о себе. Наша церковь там или там какая-то, как раньше было в ГУЛАГе, шарашка, сказала бы, святая. Церковь называется святая и непорочная. Святая православная церковь. И мы должны с этим или соглашаться, или сказать, не верим священному писанию. А еретикам проще всего это доказывать. Врата это не одолеют. Первое. Второе. Столпы утверждения истины. И третье. Во все дни до скончания века. Все. Это никому не относится только к церкви. Церкви, которая идет от апостольских времен. А в ней пророки, в ней евангелисты, в ней учителя. У еретиков этого быть не может. Вот и весь ответ. Благодарим. Еще вопросы по прочитанному. Я попутал хотел сказать, Сергей. Вот когда берутся толковать кто-то, они ни одного места писания не могут с другим совместить. Здесь все сочленено вместе. Восьмое из числа семи. Прямо говорится. Восьмое. Ну поставь семь банок. Вот. А где восьмое? Ну она не может быть. Из восьми семь. Седьмое. Может быть. Я сколько задавал вопросы еретикам, сектантам, там, баптистам. Скажите, где восьмое из числа семи? Ну тут какая-то ошибка. Ошибка? Не ошибка. Он был во всех, восьмой во всех сидел внутри. Он восьмой. Восьмой. Вот даже этого они не знают. А тут все разложено по полочкам. Лучшего толкования, вот это, которое здесь собрано, мне не приходилось встречать. Я самое древнее считал. Даже такой семитолковый апокалиптис. Еще дореволюционный там. Там этого не было. Здесь раскрыто. Это талант. От Бога дар дан. Человек всех собрал. Святых отцов, что кто говорил. И все это на современном языке. И показано современное лживое учение. Он не разбирает там разных марониев. Все. Отошел. Так. Ну понятно. Вот восьмой из числа семи. Восьмой это сатана. Седьмой антикред. А шестой это кто тогда царь? Неизвестно нам? Тут перед этим перечисляется. Август, Тиберий, Кавикулы, Клавдий, Нерон. Умерли. Так, Сергей, я продолжаю ответ тогда так. Он говорит, пять прошли. Шестой есть. Седьмой будет. Сегодня не установлено. В каком году на острове Патмос Иоанн написал это откровение. Божественный апокалипсис. И поэтому установить нельзя дату. Да она нам не нужна. Мы точно знаем, что когда он писал, он был. Он был. А Деменциан или Нерон там, нам какая разница? Хотя есть такие как бы намеки на то, что все-таки Иоанн умер во втором веке. Это было перед кончиной его. А там год раньше воцарился, там перевороты были у них. Зачем нам это утверждать? Не написано, не знаем. Историки не знают. И вопрос даже ставить не надо. Никакой роли не играет совершенно. А, то есть шестой он уже был во времена. При нем. Он при нем, говорит, пять прошли, а один есть. При нем он писал. Вот это самое главное для нас. А кто он был? Зачем когда-то все в прошлом? Седьмой антихрист. А во всех был сатана. Сатана, древний змей. Он восьмой. Надо, чтобы сейчас через нас он не действовал. А то сегодня Бог допустил. Мозги людям, говорится, сбекренил сатана. Бьются за шестерку, как огня боятся. Бьются за паспорта. Да разве про это говорил, когда Господь? Речь идет, что ни купить, ни продать. Один определитель. А раз этого нет, все остальное, говорит, даже не о чем. Не купить, не продать. А эти люди, которые ахают и боятся, а я не принял паспорт. А ходил, покупал, покупал. Чего ты тогда обманываешь? У тебя он давно в паспорт в кармане лежит? Ну, даже посмеяться над ними. Над этим заблуждением. Не продать, не купить. Все в этом сказано. А сегодня иди покупай, продавай. Были бы доллары, евро. Мы проехали до самого Лиссабона. В любой магазин заходи и покупай. Были бы грошики. То есть, можно ли так понимать? Антихрист установит начертание, без которого человек не может ни продавать, ни покупать. То есть, люди, продающие и покупающие с его начертанием, ну, там будут электронные деньги, то есть, они вольно, вернее, вольно, добровольно дадут согласие на то, чтобы с их вот этих вот чипов списывались на налоги. Налоги антихристу. То есть, он же будет царь. Сам по себе чип-то вреда никакого не наносят. У тебя, у собаки, чип поставленный, ураган, чемпион России. Он у меня налоги не платит антихристу. Это подтверждение. И там, видимо, будет и написано, как клеймо, что у него отображено, он принял. Вот фильм 6, как раз об этом говорит. Чип-то это, ну, никакого вреда нету. Каждое животное защипировано сегодня. Теленок потерялся, нажал кнопку, а вон где застрял в кустах. Мать, можно на улицу не выходить. Знать, где ребенок у ней. Нет, можно ли предположить, что задумка антихриста в установлении начертания не продать и не купить, для того, чтобы свободно можно было контролировать для налогообложения. Ведь он же будет царем, уже нужно как-то налоги будут собирать. Сегодня понятно, что деньги исчезнут как таковые. А только то, что у тебя там есть. Подошел к кассе, подставил, сейчас ладонили, на правой руке где-то. Цифра засветилась, полиция тебя не ищет. За тобой долгов никаких нету, проходи. А только подсказал, а тебя ищут. Пикнул дверь, запертый, короче, тебя арестовали. Все. И нельзя ни продать, ни купить. А как было время голодомора? Прямо указано, если кто кого накормит, смертная казнь. Коммунисты расстреливали сразу. Если кого-то укрыли. Немцы это делали, кто еврейскую семью укрыл. Вот это Санглес-то 2000 спасла. Ерен. Это ужас было, что... Вот, тогда было никак нельзя. Но люди перешагивали через это, сумели спасать. Кто кого накормит. Другой хотел бы помочь, но только тайна. Самые... Останутся люди, которые где-то там что-то сеют отдельно. Сами себе прокормить себя могут. Будет церковь, но в малом количестве. Сие творите в мое воспоминание, доколе он приедет. Означает, причастие совершается до второго пришествия. Это одно место только в Библии говорит об этом. Но святые... Он со святыми будет вести борьбу и победит. Победит, то и убьет. Выбора никакого не будет. Вот представьте себе сейчас, Китай пошел войною. Сейчас он захватывает Барнаул, а сегодня у нас 43 градуса мороза. Нас всех вышелли на улицу. Кто примет комнату, к себе греться, что расстрелян будет. Все кончилось. На утро кочерыжки собрали и до свидания. Так что, а тут пища. Ради пищи, ради чрева человек все отдаст. Ради пищи рай потеряли. Ради пищи желание не вошли в обетованную землю. На 40 лет вернулись назад. И последний будет опять по чреву. Христу какое первое искушение было? Камни сделай хлебами. Сатана знает. И он ударит именно по чреву, по зубам. Это все было. Поэтому надо четко смотреть, это никуда не отступая. И пустые вопросы не задавать. Они только время затрачивают. Умей быстро переходить от одного события к другому. Отошел. Вопросы не по прочитанному. Есть ли у кого? Пожалуйста, задавайте. Вопрос можно? Можно. Я вот видео сегодня смотрел. Особенно вот Роману Малышу скидывает эти все видео. Биометрических паспортов и так далее. Трех шестерок. И там как бы такое видео, что когда вот сейчас биометрические снимки делают лица. Что якобы там невидимая печать ставится. Ну вот это как в этих магазинах, которые на упаковках, вот эти цифры там. Но если бы это было так, я подумал, почему же все в паспортных столах там не выдают. Вот такая-то у тебя печать, запомни ее. Она на тебе не видим. И ничего же людям не говорят. Поэтому какая-то это все, это выдумка. То, что какая-то там, ну у тебя есть уже номер. Нету номера никакого. Это просто фотография и все. Как бы вот мне по этому вопрос. Это какой-то обман. Женя, только что Сергей Павлович пояснял это дело. Свободную волю Бог не отнимает. Человек по образу Божию. И люди, которые говорят незримо, где-то там ребенку поставили, они богохульствуют. Нет, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. И никто не отлучит от любви Божией ни скорбь, ни теснота, ни настоящее небудущее. Эти люди, которые утверждают, что незримо ставятся, печать, они богохульники. Другого им названия нету. Это просто Господь допустил, духа лживого войти, а выйти он не может. До конца, смотрите. Речь идет о том, не продать, не купить. Все, другого определить или не дано. И человек, который понимает, он тогда понимает, я в лучшем жизни останусь. Поставил руку, там что сделали. Но там вся информация будет, может быть, 10 гигабайт. Сегодня и то уже это меньше рисовое зернышко. Получается, мы тоже этого бояться не должны тогда, да? Не надо никого бояться. Бойся только Бога. Только Бога. Типа, который в руках будет же обживаться. Боятся документы, боятся, что там написано. То есть, сатана свернул голову ему. Другую сторону толкнул, они там курдыкаются и все. Прежде времени силы тратят. А когда придет Антихрист, ой, это не он, мы его уже знаем. Нам печати там на паспорт давали. То есть, это дурь. Это у всех танцев тысячелетнего царства. Оно когда-то будет. А человек думает, когда он будет-то. Евгений говорит, если в руку будут вживлять чипы, его тоже бояться не надо? Не надо. Ну, даже вживили. А что, ты остался верный, он ничего не может сделать. Да он будет на психику делать. Никто не может повредить. Даже насильно 100 чипов вложат и ничего не сделают. Мне один заходит вчера и говорит, я хотел бы тот-то там священника. У меня друг есть такой. Я говорю, я знаю хорошего священника. Ну, я стал сказать, я говорю, не могу. Ты его возьми, того товарища. Он там наркоман был. Вот тогда, я выставлю потом ролик этот. Потом он сразу так голову опустил. Потом голову поднял и говорит, да это я про себя говорил. Про себя. То есть, это он нуждается в этом. Но я ему стал тогда конкретно дальше говорить. Вот такой-то священник. Он потерял все. И у него теперь в 20, сколько-то, 28 лет, не знаю. Вторая группа инвалидности, психиатрия. Кто-то, кто бы знал. Я говорю, я перед вами. У меня эта инвалидность была 26 лет. Мне не давали нигде идти. Я не могу проехать. Поставили эту печать на мне, и я заклеймен. И только сняла с меня перестройка. Злоупотребление советской психиатрии. Это самое страшное. Меня пытали, накачивали. Там все, заявляли. А ничего не сделают. Я встану, я опять молюсь. И они поняли, сделать ничего нельзя. И это невозможно. И поэтому то, что называет Адам сегодня психиатрия, я прошел не два дня, 26 лет. Я ему когда сказал, так он сразу воспрянул. Я говорю, ты вышел на нужное место. Тут тебе подскажут. Никогда не пятся, никогда в малом не уступай. Вот, тут Александр Ерохин пишет, что меткозверие это только микрочип, не паспорт и не ННН. Я ему отвечаю, за отказ от микрочипа не убивают, не лдитесь. То есть тут же пишет, что всякий, кто откажется от начертания, будет убит физически. И тут же говорит, что микрочип меткозверие. Меткозверие четко написано, кто откажется его принять, будет убит. И будут убиваемы. Или невозможно будет ни продать, ни купить. То есть двойная такая угроза. Либо с голоду, либо вот пойдем к вам пулю в лоб, или как там они будут убивать. В концкамерах, или сжигателями, христианами. Мы говорили, кто может, посмотрите фильм 6, называется 6. Там это точно поставлено все. Так, Борис, давай. Три минуты есть. Так, мне давали задание. Как-то навести немножко порядок в общении среди братьев. Я предлагаю следующее на обсуждение. Чтобы навести порядок в общении, на чате. Вот такое. Чтобы кто хочет задавать вопрос или сказать слово, писали в чат. А ведущий по очереди будет давать слово. Тогда смех не будет выкриков, передергиваний. Кому дали слово, дать ему высказаться, не перебивая, на равных правах со всеми. Или задать вопрос. Кто-то дает вопрос в чате, пусть конкретизирует. Кому вопрос. Ну, думаю, что это улучшит качество нашего общения. Как думают братья, пусть скажут. Я-то просил вас мысли на бумаге изложить, если не немножко. И дать мне прислать. Я-то веду уже занятия не первый, как говорится, год. И все это у нас было. У нас правило не перебивать. Ну, что это? Его нужно что, на бумаге написать или что? На бумаге. Должна подсказать, что не перебивать. Тем более ведущего не перебивать. Что об этом писать? Это и так понятно. Вот я сейчас говорю, и вы пытаетесь меня прибивать. И перед этим даете правило такое. Ну, вы в первую очередь сами начните его соблюдать. Без бумаги. Конечно, тут даже и на обсуждение не надо как бы говорить просто. Я когда говорю, у кого есть слово. Вот кто первый вопрос задает, тот хотите, пишите. Писать можно заранее, если у вас там жажда этого вопроса задать. Напишите заранее, я слово вам предоставлю. Так тоже как бы можно. Но когда один говорит, другой молчи. Это и в Писании сказано. Понятно. А так предложение мне нравится. Андрей Побежан. Я вот хочу спросить. Сегодня приходили к моему брату свидетели Егора, и он дали ему какие-то книги. Я взял сразу такие книги, с рук у него отобрал и кинул в огонь. Я не сделаю никакой хулы. На, Тихонич, ответьте. Я книги эти не вижу, брошюрки. Мы в один, когда на благовестие были, ну, в одном районном центре, и раздавали. Они говорят, а у нас тут приезжали какие-то, баптисты или кто, говорит. Ну, а мы, говорит, сказали председателю сельсовета. И он сказал, и священникам они соединились, и в церковь объявили, чтобы все вернули, кто получил от них. Ну, все пришли, сдали, и они сожгли. Я говорю, ну, неужели ни одной не осталось? А бабушка одна, а я не сказала. Я говорю, принеси Авдотья. Она принесла, я посмотрел, это совет церквей, называется, евангельские христиане-баптисты, отделенные. Посмотрел я, там, ничего нет плохого. О Христе, об обращении. То есть, если не показать, от кого издано, то они, притом, не тайно указали, где изданное, то все хорошее. Я прочитал, кто против, они как возрадовались. Да что же мы наделали, мы сожгли. Я говорю, ну, маленько-то думайте. Поп ревнует о своем поле деятельности. Мало свящих будет покупать. Или как? Ради чего он мог сжечь-то, когда там сплошь Слово Божие идет? Разъясненное, притом правильно. А когда Слово Божие говорит, да молчит всякая тварь. А вот эта тварь вынесла, отобрала и сожгла. Я не вижу, что у вас. У него брошюрки свидетелей Иегова. Свидетели Иегова это еретики, которые даже не христианскими назвать-то нельзя. Торожевая башня. Чему учит Библия. Книга, чему учит Библия. Такая книжечка. Называется, чему учит Библия. Я не знаю, бывает они отдельные брошюрки издают о чудесах в мире. О пчелах, об овсах. То есть, они берутся из литературы, все правильно. И поэтому, что выбрасывать, когда там снимки? Надо разбираться. Он говорит, книга называется, чему учит Библия. Ну, 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 я же не вижу. Это ничего не говорит, учит. Как они объясняют? Я заочно не могу сказать. Это может ошибка быть. Мы поэтому, которые они издают, у нас в общине целые пачки. И мы их здесь раздавали. Люди считают, мы не боимся их. И видим, где какие заблуждения, людям объясняем. А это, ой, адвентисты, ой, гоните их в шею. Ой, яговисты, бейте их. Почему? Там может быть доброе. Бог избирает валааму у ослицу, она только не могла копытами написать. А сказала правильно. Написано, я, премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительные знания, а не фанатиков. Да прочитайте, разберитесь. Что полезное возьмите, что не ложится вам на сердце. Ну, не берите, не принимайте это. Вы все. Вот, все правильно. А огульно нельзя так говорить. Вот у нас в общине создавали братский вестник. Так мы его везде распространяли. Там нигде ничего, ни на православии, нигде. Просто толкует. Иногда златоуста печатают. Прямо целое его выступление. А сожгите. Мы раздавали окрещение материалы. Все на основании соборов, канонов, Библии. Поп не считал. А ему попало в руки. Народ выходит, он на улицы. Вот смотрите, вот он раздают здесь. Материал окрещения в нашей книге к истинному православию. 136 свидетельств, что надо в полное погружение. А он-то не крестит. И для него это нож. И он рвет, вот так поступаете, вот так. Это у нас в Новоалтайке было. В другом месте мы раздавали Евангелие. Евангелие от Иоанна. Там вообще ничего нет. Евангелие от Иоанна. Собирал попы во дворе, жгли. То есть безумия у конца нет. Хорошо, тогда попутный вопрос. Как поступать в теоретическую литературу? Если она эритическая, мы выносили. Ну какая не эритическая? Там Блаватской книги были, Рериховские. Ничего нету совершенно. Агни-йоги. Выносили люди и сжигали. Сжигали, прям в лесу гуляли там. И тоже выкопали ямку. Все сожгли и пепел зарыли. Это правильно. Написано апостолом. Как там книги собрали языческие и сожгли. Можно я тоже скажу? Да, Сергей, пожалуйста. Вот я понимаю, что как бы баптистская – это христианская литература. А лжесвидетельская – это все-таки, как вот ни крути. Ну, я понимаю, можно там найти что-то интересное. Можно там, кому нравится. Это зависит от человека, какого он уровня. Но богохульцы там всегда присутствуют. Почему? Вот смотрите, стражевая башня. Обязательно Дух Святой напишут с маленькой буквы. А вот не было, вот я еще не находил, чтобы дьявол и сатана было с маленькой буквы. Всегда они с большой буквы пишут, как имя собственное. Всегда вот дьявол и сатана уже свидетели пишутся всегда с большой буквы. А Дух Святый всегда с маленькой буквы. Поэтому вот лично я о себе говорю. Я не могу просто, я знаю, там можно что-то почитать для себя, что-то подчеркнуть для бесед, для чего-то. Но в руках держать или дома вот это у меня просто, ну, не могу. Я считаю это богохульством. Вот лично для меня. Простите, спаси Господи. А ты убеди его, чтобы они писали в большой буквы. Убеди. У тебя есть Писание, ты стоишь в истине. Пожалуйста, поговори с ними. Я не знаю, этот человек, вот кто там? Ратич. Это то, что они печатают уже десятилетиями. Я должен прийти и убеждать. Ну зачем они сами тебя найдут? А ты убеди их. А чтобы их убедить, ты должен 10 раз больше знать их. Если ты знаешь намного больше их, ты их убедишь. А если ты ничего не знаешь, ты их не убедишь. Они будут стоять на своем. А я скажу. Я приглашаю их как к себе домой. Я приглашаю. Они придут один раз, а потом второй раз они даже читать вместе с тобой Библию не будут. Потому что они пользуются только тем, что ему говорят. У них система. Он даже, ты идешь вот с тем, с кем ты беседовал уже с свидетелем, это никто. Ни баптист так не поступит, ни адвентист по одной улице. Ты вот навстречу ей будешь идти и скажешь просто так. О, брат, здравствуй, дай я поговорю. Он от тебя будет бежать на другую сторону улицы. Потому что он уже с тобой беседовать не будет. Но это не распространство ума. Этот человек, который вот сейчас говорит, Дмитро, он никогда сам ничего не делал и никогда не общался уже с свидетелями. И палец о палец не стукнул. А просто говорит убеди, потому что он просто это суисловие, пустословие. Уже свидетеля, они отказываются, они когда чувствуют, что ты сильнее их, они убегают. Пук-пук-пук и все, их нет. А, Сергей Львинович. На счет не купить, не продать. А я думаю, что это уже прелюдия началась. 52% населения Земли под санкциями. Вот это не можно, это не можно. Я не знаю, но только... Еще больше нету. Открывайте. Открывайте. Ищите себе палец. Вот эту? Скай. Теперь они будут мучить, далее входить надо. Опять спрашивают, уже учетные записи. Далее они знают, да? Сейчас он подойдет. Я не знаю. Для этого убрать надо все. Это уже потребуется закрыто. Теперь все, пожалуйста. Ну, садись. Что она вдруг выпала-то? Еще не совершенно это все. Видишь, на первом мостике мы. Видишь, ты знаешь, какие тут программы. А я ничего этого не знаю. Вот. Но это не говорит о том, что невозможно. Да, многие убегают. Но среди нас есть... Недавно крещение принимала Рахиль. Она бывшая святительница Иегов. Вот. Мне посчастливилось тоже в православии обратить одну девушку. Тоже бывшая святительница Иегов. Все-таки ярлыков ставить не нужно. Но то, что они не слушают православную догматику, это имеет место быть. Их-то учат. У них так учение заложено. Не берите ни у кого, ни у чего. И попы наши также учат. Все, что, что, что за подозрение, все сжигайте. А Игнать Тихонович правильно. Добрыйтик, ну, нужно рассудительность, на первую очередь. Рассуди, что сжечь? Книги Осипова профессора сжигали одни. И, может, как бы, ну, всякая. Еще секундочку. Вот, может, я так и сказал, что если там надо, там для рассуждения, там для чего, можно оставить. Но я говорю лично о себе, о своих ощущениях. Поскольку там вот Дух Святый пишется с маленькой буквы, а дьявол в Тонах всегда с большой. Меня это лично, лично меня. Это раздражает, и я просто не могу. Я, ну, ревность это, или, может, да скажем, дую назовите моей. Да нет, меня тоже раздражает. Я не могу держать, я и сразу тоже. Печку. Спасибо, Господи. Так, еще вопрос. Отношение правды Божьей не творит. Спокойно нужно относиться. Сергей, можно мне сказать? Извините, я еще добавлю. Ты знаешь, вот, когда говоришь, что свидетелями Иеговы, и вот так, у них один вопрос, а куда мы пойдем? Вот им некуда пойти. Вот они нашли общение, вот, Кучка, им некуда деться. Они уже привыкли. Если бы они нашли какое-то другое сообщество, они бы... Там бы половина вышла, им некуда идти. Там тоже проблема. Вы не думайте, что это так само просто, вот, что ходят туда-сюда. Некуда идти. Вот нет примера вот этой братской любви. Это бы вся заработка. Извините, говорите, все. Благодарим, да, правильное замечание. Так, вопросы еще? Можно сказать, добавить немножко просто? Да, да, да. Мерси. Я просто общалась с адвентистами, вот, и мы подружились просто. Знаете, так получилось. Я была в Татарстане там, и они были беженцы с Украины. Мы так подружились, сколько-то времени общались по телефону, в скайпе. А потом, когда я им сказала, что я сейчас... Уже, знаете, где-то года два, наверное, мы с ними общались, и с ними больше. И я им сказала, что я изучаю Евангелие, да, по толкованию святых отцов православных. А со мной просто перестали общаться. Мне написали, что у нас с тобой не по пути, у тебя другой Бог, православие другой Бог. У нас свой Бог, у вас свой Бог. И меня просто удалили с контактов и скайпа. То есть, вот такая ситуация у меня была с адвентистами. Спасибо, Саня. Еще вопросы? Игнать Тихонович, ну, по поводу разговоров со свидетелями Яковы, у вас имеется опыт? А вы смотрите, вот у отца Олега Стеняева. И вот, когда обо мне спросили, ну, обо мне там задают разным священникам вопросы. Он говорит, давно не встречались? Я только помню, в те годы, когда был там, называют меня таким высоким именем, полемист связать. Он знает, о чем говорит? Мы встречались с ним неоднократно, он приезжал в лагерь детский. И разговаривает ли? Разговаривает. У него сколько там пришло свидетелей этого, сорожевой башни? Конкретные плоды есть. Вот у нас, говорит, адвентисты-то такие же. Ну, возьмем у нас Люба Потеева, от нее Юля, дочь ее. Это с адвентистов пришли. Они беседовали бы, ничего и не было. Сергей правильно или не сказал, я говорю о себе. То есть, у него свой опыт. И его за это нельзя судить. Он силу свою знает, и зачем дальше идти? У каждого свой опыт. А другой так, вот только начал говорить, дальше половина не сказал, что хотел сказать-то. Уже два человека, две еговисты, встали и сразу отошли в сторону. Мы тоже принимаем православие. Для них это шок. Вот у нас обратилась она, дочь дьякона, у Баписов, а он сын пресвитера. И они обратились. И на чем? Я искал хороших чтецов, златоуста начитывать. И вот, когда я буду и сейчас выставляю, уже на пятом томе, он там есть. Василий Толстенко. Это наши знают о ком. Он бывший следователь КГБ. Он обратился. И обратился через что? Через причастие. Он последнее слово встал и говорит, Алексей Дмитриевич Никонов, по миле пресвитера у Баптистов было, зарегистрировано. И говорит, но написано тело Христа. Он говорит, тело это у православных. Вон они, показал. Они недалек, у них родище 67, а у нас Никитина 137, храм Покровский, собор. Это там. Он говорит, Наташа, вставай, пошли. Он решительный такой. Все, ушел. Ушел, потом полное погружение. Новосибирск поехали, крестили. Здесь отказались, полное погружение. А крестилка на втором этаже, 70, что ли, ведер. А он пригласил старых друзей, там, своих таких же, но там были и лютеране. И две семьи пришло, и видя, как проходит крещение, какое слово сказал, окрестил отец Борис Пивоваров, брат отца Александра. Он в Академгородке служит. И они приняли целыми семьи православия. Там вообще пробований почти не было. Видя, что такой человек, так он стоял за баптиста, да еще не по мне, я тебе бы на меня, говорит, выкину тебя с пятого этажа там. А потом, а потом все изменилось. А так бы сказал, ой-ой-ой, ничего мы не знаем. Напрасно бодрствует страж, если Господь не охранит. И так и здесь. Напрасно ты будешь изучать, говорить, если благодать покинет. Надо со смирением подходить. Я ничего не знаю. Я людей не знаю. А как вы знали, стали говорить обо мне? Мне частенько говорили. Я ничего не знал. И говорил, я тоже не знаю. Бог положит на сердце. Это тогда уже миссионер. А не то, что там научился говорить, пошел, сказал. Это не миссионер еще. Он может быть благовестником. Миссия – это труд Духа Святого. Бог первый вопрос решает, говорить или не говорить. А это всегда говорит. Давай на спор. Чуть не на бутылку. Я зайду в трамвай, буду говорить. У баптистов, молодежь. Это никуда не годится. Надо или не надо? Ко мне на дом приводили людей. На дом привели. Он стоит, желает слушать. Я ни одного слова не мог сказать. А почему вы не сказали? Не знаю. Я сидел, молился. Внутри меня голос. Говорить не надо. Он еще более ответственный будет, что я не принял. А потом перед смертью он примет. Это нельзя ответить. Здесь никак нельзя. Почему Златоуст говорил, не деяние апостола, а деяние Духа Святого. Идти, не идти. И тогда македонянин явился. Вот как Бог делает. А это просто идти. Это не все. Главная миссия – это водительство Духа Святого. Это уже высшая степень дара Божия. Поэтому надо молиться, смиренно принимать. Для меня такие люди, которые вот, допустим, ага, свидетели Югова-то, сторожой башни-то, не говорить. Ни разу этого не было. Цыгане. Толпа цыган. Я им благовествую. Цыганам? Там вообще, казалось, нету. А Господь как делает? И Он там находит души. Поэтому это я не знаю. Я в Эрмитаже проповедовал, в Третьяковке, в Соборе Василия Блаженного, в Метро, в Петергофе, в Исаакиевском Соборе говорил. Там группами шли. Стал говорить, и никто не выходит. Весь Исаакиевский Собор как селедка наполнился. Выходить некуда даже. Попросили выйти. И сама она, ГИД, разрешила говорить. Я же не знал, что такой результат будет. Я просто объяснял иконы, надписи. Больше ничего нету. Но, видимо, что-то коснулось. Я Исаакиевский Собор очень хорошо запомнил. Так что Сергей ответил правильно. И тот, кто говорил, это тоже правильно. Ну, по своему опыту. Все. Говорите. Так, у нас время. Давайте помолимся. Потом, кто желает, что-то будет. Достойно есть я кого истину. Блажите Тя, Богородицу. Пресно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога Нашей Гачи. И славнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Безыстыния Бога Слова Родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Да, Тихонич, молитесь. Отец наш Небесный, мы пристали перед Твоим величием. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, приними нашу молитву. Господи, прости мне мои согрешения тайные и явные. В уме и в помышлении. Водни и мночи во всю жизнь мою. Прости, помилуй и благослови. Даруй мир Израилю и Иерусалиму. Россию, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас слышать голос Твой святой, Повелевающую волю Твою исполнять. Да сбудется на нас то, что Ты сказал. Дела, которые совершат они, более, что Ты совершил. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Господи. Аминь. Аминь. Ну еще, если вопросов нет, я отхожу тогда. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Игнатий Тихонович. Да. Я отправить не могу, человек, я с компьютером не дружу. Я вам сегодня послала перевод. Вы должны с 4 до 8 часов сегодня вечера получить. Нам надо отправить книги, значит, на мой адрес. Я потом в скайпе вам напишу мой адрес. А, значит, трехтомник. Ну, напиши все. Я напишу все, да. Да, и квиток, кто у вас на руках, да? Да, вот он. Ну, я его не вижу, тут туман один. Ладно. Ладно, 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 я тебе верю, я тебя знаю. Хорошо, давай, давай адрес. Я напишу. Завтра Володя может уже пойти на почту. Все, хорошо, я сейчас прям напишу вам. Ну, как получше мы узнаем. Хорошо. Вопросы? У меня, Игнат Тихонович, вопросов нет. Слушаюсь. Просто я, Ильин это говорит. Я вот посмотрел этот ролик, где вы с этим вот Дмитрием Кузнецовым беседуете. Ну, и нашел его скайп, ему тоже позвонил. И вообще невозможно с ним говорить. Я вот понадеялся, думал, все-таки о священстве ему расскажу. Начал ему говорить, ну, что такое священство. Нет, как, просто как ротный пулемет. Вот строчит, я говорю, подожди, говорю, ты послушай хоть минуточку. И, в общем, тоже невозможно. Я говорю, нет, Игнат Тихонович прав, 24 минуты с ним поговорили. Он, говорит, открыл Евангелие, говорит, ну, вот, братьям, где Христос пришел. Я говорю, ну, как же, он, говорит, думал в уста и примите Духа Святого. Он говорит, хорошо. Нашел там, говорит, скажи братьям. И везде называют братьями. Я говорю, ну, а братья это кто? Что он, собрал просто с улицы, что ли? Братья, это те апостолы, которых он учил. Никто иначе никогда не понимал. Вот, ну, в общем, говорить невозможно. Если он начинает, там, как ротный пулемет, с него льется и все. Абсолютно не может ничего понимать. Прости меня, Господи. Да, и ты прав. Так. В общем, я понадеялся на себя и, в общем-то, смирился. Смирил меня Господь. Невозможно с ним говорить. Ты прав. Вот. Спасибо, Господи. Слава Иисусу. Во веки. Вопросов, если нет, то я отхожу. Все. До свидания. Храни вас Бог. Вопросов, если нет, то я отхожу. Вопросов, если нет, то я отхожу. Вопросов, если нет, то я отхожу. Продолжение следует...